Я думал, думал, что сегодня рассказать о интересном, но по программе. И вот подумал все-таки рассказать о том, каким существом является человек. Вот некоторые товарищи заявляют, их много, я думаю, их даже больше, чем здесь вот сидит. Во всяком случае, я тут полно в мишинстве, так сказать, как бы оппозиции, что человек – это биосоциальное существо. Слышали такое? Согласны? Био-психо-социальное. А? Био-психо-социальное. О, био-психо-социальное, еще и психи. Ну, конечно, психов много среди людей, поэтому надо заметить это. Прежде чем вас, так сказать, начать преследовать в уголовном порядке, начинают определять, психи вы или нет. Если психи, то убить человека можно. Ну, не то, чтобы это приветствуется, просто нельзя в уголовном порядке преследовать. Тогда нужно после решения суда его в специальную больницу. И так, если он убил, так пожизненно. А если вылечит, то выпустят. Но тогда могут начать судить, если выпустят. Так что он уже тогда здоровый. У нас кто освобожден от уголовной ответственности, знаете? Да, у нас освобождены ненормальные психические и семья Бориса Николаевича Ельцин. Ну, хотели что-то хорошее сделать, но получилось, как бы их приравняли. Вот к этим самым. Михаил Сергеевич, я бы еще приравнял кто. Как раз ему сегодня 85 лет, как бы его. Тоже, чтобы он чувствовал себя в безопасности. Потому что недовольных уничтожением Советского Союза, он рассказывает сейчас в интервью, что он такого сделал. А что сделал? Мы знаем, что он сделал. Разрушил Советский Союз, уничтожил. Причем умышленно. Не помните, что он предлагал какую-то конституцию? Не помните? Он предлагал конституцию ССГ. Союз суверенных государств. Суверенные государства – это какие? Полностью разделенные. То есть вот то, что получилось, Союз суверенных государств, ну, только по-другому называется СНГ. И тот ударик не входит некоторые, а ходит или не входит – это безразлично. Потому что если мы с вами заключаем Союз суверенных людей, то я после... Мы будем делать теперь все сообща. По окончанию лекции я иду своей дорогой, а вы идете своей дорогой. Ну, если суверенные, правильно? И никаких общих решений у нас нет, и быть не может. Нет единого государства на самом деле. Ну, вот, значит, у нас есть гипотеза научная насчет, что это... Что человек есть био-психо-социальное существо. Но у меня какая-то недосказанность в этом есть. А что вот человек, он не подчиняется законам физик, химии? Химические реакции раз не идут в организме человека? Вот вы там предлагали. Почему вы это не... Вот, послезавтра какие реакции идут? После обеда сейчас? Как раз после обеда. Вот какие-то идут реакции или нет? Да. Давайте тогда дополним. Можно я дополню ваше определение? Химико-био-психо-социальное существо. Студент. Это не все. А что? Вы знаете, что такое энцефалограмма? Да. Это что? Это, так сказать, сюда накладывает, так сказать, аппарат, который принимает электрические сигналы. И как выясняется, мозг любого студента, а также не студента, когда он работает, выделяет электрические токи. Ну и не только, наверное, мозг. Предлагается пополнить ваше определение так. физико-химико-био-психо-социальное существо. Поднимите руку, если вы согласны. Не хотите поднимать. Но вы голову повернули. Раз голову повернули, это уже механическое движение. Правильно? Механику. Механика. Механика. Она входит. А что, разве психо в общество не входит? А что, био не входит в общество? Что бывает в обществе, которое не из био состоит? А? Как-то ваш вопрос такой странный. Вот это больше к вам вопрос. Я ответ на вопрос вам расскажу в виде, так сказать, некоторого приключения, в котором я участвовал. Мы тут с профессором Казеновым, который тоже действительно член Петровской Академии Наук. Два года назад пошли на Крестовский остров на съезд Петровской Академии Наук и Искусств. Приходим, там в гостиницу, там, где Грибной канал, там вот гостиница. Приходим в гостиницу, там в фойе продают матрёшки. Какие матрёшки? Путин. Открываешь. Кто? Ельцин. Открываешь? Брежнев. Открываешь? Хрущёв. А, нет, Горбачёв там тоже был, я пропустил. Ельцин, Горбачёв, потом Брежнев, потом Хрущёв. Хрущёв открываешь? Сталин. Сталина открываешь? Маленький-маленький такой. Ленин. А его как не открываешь, не открывается. Не открывается. Не открывается. Это говорит о цельности ленинизма. Ленин, это что-то цельное такое. Из одного куска стали. Ну, а обратно закрываешь этого. Ленина закрываешь Сталином. Сталина закрываешь. Хрущёвом. Хрущёву закрываешь. Брежневым. Брежневым. Брежневым закрываешь. Горбачёвым. Горбачёву закрываешь. Ельцином. А Ельцина закрываешь Путиным. Вот вы меня спросили, я вас спрашиваю, а что, вот эти все не входят в Путина? Как вы считаете? Ну и зачем тогда эту батарею всё таскать? То есть вы начали. Это не я начал батарею эту выстраивать. Это же вы начали. Био, психа там. Зачем эта вся батарея? Разве, скажите, пожалуйста, высшая форма движения материи, разве не содержит в себе все более низкие формы? А тогда зачем это вот делать? Вот, вы знаете, говорит, я вам сейчас дам фруктов и яблок. Будете есть. Это уже подозрительно, и яблок. А что, яблоки не фрукты? Вы думаете, так не говорят? Вот сейчас я вам приведу пример, который для вас покажет, что это обычное дело, когда люди не умеют сопоставить более общую категорию и менее общую категорию, которая туда входит. Вы не слышали такие? Мы, говорит, берём экономические и социальные отношения. Говорят? А что, экономические и социальные? А что, антисоциальные? А вообще, правильно, наверное, вот это наша экономика, она точно антисоциальная. Прямо против народа направлена. Ну, вообще, если в принципе говорить, то вообще-то экономика основа общества. То есть это не просто экономические отношения, а это главные... не просто социальные отношения, а главные социальные отношения. Правильно? Главные, основные. А люди говорят экономические, и некоторым вот мне даже не доказать, даже я вот затрудняюсь. Я недавно выступал на кафедре экономической социологии, там у нас мы отмечали очередное летие заслуженного деятельного науки Ельмеева Василия Клича. Ну вот, так сказать, выступает моя дипломница с докладом, Волчкова Людмила Тимофеевна, она теперь профессор. Я как узнал, что она заведующая кафедрой, профессор, понял, что я уже не молодой. Думаю, да. И говорит, понимаешь, вот у нас вот экономические и социальные... Как вы это рассуждаете, это экономические и социальные? Как может быть их социальные без экономических? Потом, вы знаете, наверное, что вот это еще вот, если мы с вами даже ничего не излагали, но, наверное, вы представляете, скажете, вот говорят, что есть экономические байсы и политическая настройка, идеологическая. А чего-то на социальные вот еще. Если вы экономические выбрасываете из этих социальных, у вас остается политическая настройка и идеологическая настройка. То есть вот те, которые экономические выбрасывают из социального, они вообще государственники. Государственники такие, что они кроме государства ничего не видят. Ничего не видят. Это чиновники. Или дети чиновников, или родственники чиновников, или вообще кто такие. В общем, они кроме чиновничества и государства ничего не знают. Что за люди такие? Ну, казалось бы, можно так сказать, ягоды и клубника. Но это грубая же ошибка логическая. Как надо сказать? Фрукты и ягоды? Как? Фрукты и ягоды. Фрукты. Нет, клубника не фрукт, не надо. Про клубнику и ягоду скажите правильно. А? Ну, тоже правильно то, что вы сказали. Но где-то про клубнику тоже скажите. Ну, вот хочется про клубнику сказать и про ягоды. Ягоды включают. Ну, если они включают. Скажите про них так, чтобы это включало. Не были другие ягоды. Как? Не были другие ягоды. Молодец. Вот, смотрите на него. Вот. Он защитил честь первого курса Исторического института истории. Можно сказать, вообще института истории. Не будем туда про курсы там говорить. ведь они же включаются всё, всё равно включено. Вот так. Очень просто, вот совершенно просто и понятно. Клубника и другие ягоды. Что тут плохого? Что тут непонятного? Экономические и другие социальные отношения. То же самое, правильно? Яблоки и другие фрукты. Биологические и другие процессы, включающиеся в социальные. Правильно? Поэтому никакой нужды нет в прибавлении этому. Если я говорю социальные, если я говорю человек, надо ещё доказывать, что вы не растение. Вот у меня вот в этом году как раз у конфликтологов один мальчик очень настойчивый был такой. Я говорю, вы животные или нет? Он говорит, нет. А я говорю, значит, вы растение. Других вариантов-то нету. Ну, человек не животное. Но живой. А если живое и не животное, значит, два варианта. Растение, ну, ещё грибы. Грибы вроде как не знаешь даже куда отнести. С одной стороны, они, как все животные, сами не создают белков. Они не могут из воздуха, под воздействием солнечного света, и с использованием питательных веществ, которые добываются из земли, не могут создать белка. Не могут. Вот у нас с вами есть недостаток общий, у вас и у меня. Мы с вами белки воссоздать, синтезировать из небелковых веществ, из минеральных. Но у нас есть и достоинства. Если у нас есть какой-нибудь белок, хотя бы даже гниль какая-нибудь, мы с ним можем, особенно грибы этим отличаются. Они из всего, что там падает вниз, подосиновики, из того, что падает сосин, подберезовики, из того, что падает подберезовка, трава всякая, прочие растительные остатки, они могут переработать белок низ, низкого уровня, белок более высокого уровня. Правильно? И мы отличаем растительный белок и животный белок. Правильно? Дайте нам картошку, а мы сделаем. Или рыбу нам дайте. Вот вы рыбу съели, вам не жалко её? Там глазки были, хребет, хвостик, плавнички. А вы раз-раз кости выбросили. Как это оправдать? Ну, зато вы построили же свой белок, вы же лучше, чем рыба. А если вы ниже рыбы, если, скажем, я спрашиваю на экзамен, а вы ничего не отвечаете, это значит наоборот. Рыба должна была у вас съесть тогда. Потому что она-то точно не может отвечать. И к нему взятки гладкие. Вот. То есть человек, как и вообще другие животные, не может создать ни одного белка. Но переработать белок в более высокий белок может. И грибы точно так же. Они ничем не отличаются от людей. Особенно, если не отвечают ни на какие вопросы, ничем тогда не отличаются. И шляпка есть, кстати, очень красивая. И ножка есть очень красивая. Ну, вот одна. Но это не страшно. Вот сегодня я видел, сегодня свежую газету открыл. Там спортсмен есть, такой спасатель, который, кажется, на лыжах научился кататься. Кататься тогда, когда вот одну ногу потерял. У него одна нога, одна палка, и на лыжах ездит. Здорово. Ну, а и грибы тоже у них одна ножка, и шляпка есть. Головы, правда, нет. Сейчас, знаете, есть вот компьютер, вроде один экран, а туда встроен весь и компьютер. Может, грибы – это такие, как бы животные, у которых все встроено в шляпку. У нас еще таких людей пока нет, у которых все было, голова встроена в шляпку. Ну, мало ли что может пойти. Ну, вот, даже есть определение грибов. Знаете, что такое грибы? Наше определение дать? Это бесхлорофиловые растения. Ну, растут? Растут. Но не создают белок? Не создают. А белок создаются в новых хлорофиловых зернах. Ну, бесхлорофиловые растения – это грибы. Поэтому шампиньоны выращивают, пожалуйста, под землей, солнечного света не надо никакого. Где угодно. У вас есть подвал? Куда этих каких-нибудь опилок? Купите мицели и давайте выращивайте грибы. и продавайте студентам своим. По дешевке. А если они уже разбогатеют, тогда можно и цену поднять. Нет таких, кто наставит, что он не животное, а растение. А вот среди философов есть. Но философы этим и отличаются. Как вы думаете, этот желтый цвет наш дом покрасили из-за историков или из-за философов? Потом вот никто не будет меня обвинять в недостатке самокритичности. Правильно? Значит, раз нету тех, кто считает, что он растение, значит, мы кто с вами? Прискорбием я должен вам сообщить. Животное мы. Это наше бытие или это наша сущность? Это философский вопрос уже. Видите, как только вот вы сказали, все правильно. Я сразу раз. Это ваша сущность, что вы животное? Или это... Или это ваше бытие? А? Это бытие, да. Вот там кто говорит? А что так тихо говорите? Как хорошее, так тихо. Как что-нибудь плохое, так громко. Кто сказал? Вы. Ну. Спасибо. Не только у нас вот это, представители мужеского пола такое изрекает, что-то хорошее вы. То есть сущность-то у нас другая. У нас сущность общественная или биологическая? Общественная. Вот Маркс в тезисах о Фейербахе написал, что это... Сущность человека это не есть некий абстракт, присущий просто живому индивиду отдельному. А действительная сущность, действительная сущность человека в общественных отношениях. Вот в общественных отношениях мы люди. Вы вот здесь студенткой являетесь не потому, что вы сами из себя, а потому, что здесь, между прочим, государственный университет. Правильно? Между прочим, его очень давно открыли, больше чем 300 лет назад. И спорили с Московским университетом. И наши, может, потому, что наших было больше в это время в правительстве, доказали, что мы самый старый. Это неважно уже. Во всяком случае, вот мы считаемся старейшим университетом. Вот когда мы с вами пришли, что вы, что я, у нас в этом смысле возраст совершенно одинаковый с этой точки зрения. Потому что после этих 300 лет, там, и различия в каких-то там годах, это ничтожные. Как бы мы с вами одногодки. Почти. Но не совсем. Так. Но мне, конечно, хуже, вы понимаете, чем вам. Ну, что делать? На фоне вечности это не так важно уже. Значит, сущность человека общественная. Более того, вот Маркс говорит, человек выступает как действительный человек, когда он выполняет свою общественную функцию. Вот когда вы завтракаете, вы думаете, вы как человек выступаете? Нет, но то, поскольку вы вилочкой берёте, если вы руками ещё берёте, а не вилкой, а прямо руками хватаете и грызёте, то тут ещё вообще ничего человеческого нет, согласитесь. А что, вы не видели обезьяны? И дашь банан на раз, почистит, и всё. Я даже знаю один рассказ есть такой, про экономистов, поэтому никому обидно не будет. Проводят эксперимент. Банановые растения, это не дерево, это трава, знаете, да? Вот подводят обезьяну, и она видит бананы. Хватается за стебель и начинает трясти. Ей говорят, думай, и показывает, в углу палка стоит. Обезьяна идёт, берёт палку, сбивает банан и ест. Подводят экономиста в продолжение эксперимента. Он как увидел банан, он сразу взялся. Её говорят, думай и так же показывай. Вот так посмотрел на палку. Когда думать? Трясти надо. Видите, сейчас сколько уже планов выхода из кризиса наше правительство создало. И она создаёт на фоне того, что у нас ключевая ставка, по которой даются кредиты, в 22 раза выше, чем в Соединённых Штатах Америки. В Соединённых Штатах Америки, которых мы не любим, и которые проводят нехорошую политику, у них ставка-то хорошая. То есть от 0,25% до 0,5%. А наши хорошие люди, во главе с мадамом Набиулиной, воспитанной благодаря Высшей школе экономики, ректором которой является её муж, вот они нам навязали ставку, по которой ни одно предприятие получить никакие деньги не может. Потому что, ну какая прибыль у предприятия? Ну, 10%, да? А у нас под 11% Центробанк даёт коммерческому банку, чтобы он... Не экономика, а чтобы банк, так сказать, своё получил. А тот накидывает свои 10%, получается уже 21%. Так мало 27%, под 27%, под 25%, под 23% предлагают. Так если у меня прибыль максимальная 10%, а предлагают 23%, буду я брать? Это Вы не будете. Я буду брать. Если деньги даёт, надо брать. Почему? Хочу с музыкой умереть. Потому что, когда я это всё растрачу, то, что я взял, а мне плевать, банкрот я, что Вы делаете? И всё. Так-то я бы, так сказать, умер бы без музыки, а вот теперь благодаря этому кредиту с музыкой. Ну, другого смысла никакого нет. Потому что ясное дело, что отдать я не смогу. Потому что у меня прибыль 10%, нормы прибыли, а ставка... Я уже не буду говорить, потому что мы вообще вот, как философы, они не только ограничиваются бытием, они начинают в сущность. Сущность банков разве в том, что они кредиты дают? Кредиты давали и ростовщики. Как Вы докажете, что это банки, а не ростовщические конторы? Вот Дерипаска недавно выступал, он, конечно, немножко в этом соображает. Но олигарх всё-таки. Он говорит, да вообще эта вот наша банковская система носит ростовщический характер. Почему? Как это доказать? Для этого надо знать, что такое банки. Вот я, поскольку всё-таки имею дело, так сказать, к экономике отношения, я профессор по кафедре экономики и права. И даже и кандидат экономических наук, и на экономическом факультете преподавал. Ну, я как-то вот запомнил, что такое банки. Банки – это не просто какие-то организации, которые дают деньги в кредит. Так и в средние века и давали, вот я вам даю деньги в рост, не отдадите, будете в яме сидеть. Не на первом вот здесь вот ряду, а в яме будете сидеть. Если за вас заплатят вот соседи, вас вытащат из ямы. Если не заплатят, мы вас забудем там. Никто не вспомнит даже. А сейчас это называется банки. Банки – это другое. Банки – это такое финансовое учреждение, которое появляется в период империализма, монополистического капитализма, которое временно свободные средства в хозяйственном обороте берёт и направляет туда, где есть временный недостаток. Ну, вот я сейчас продал продукцию, у меня сейчас есть деньги, но я начну их, так сказать, тратить на новое строительство через полгода. Но полгода я могу отдать. Банк берёт и отдаёт вот ему. Ему надо, он коровник будет строить. И будет много у нас молока. Когда построят коровник. Не построят коровник, не будет у нас молока. Потому что как вы собираетесь, если подохнут коровы, зимой. Сейчас никто не может построить коровник. Потому что нет кредита такого. На короткий надо несколько дней взять. Идите вот в микрофинансовую организацию. Знаете, какой там процент? Какой процент микрофинансирования? Вот эти деньги. Не надо паспорт ваш не доставать. Идите, идите. Вам деньги нужны, давайте до стипендии. Они, правда, до получки говорят. Потому что им такая мысль, что до стипендии, если брать, то ещё с этой стипендии точно не отдадите. Сколько бы мы вам не дали. Они столько даже не дают, мало. Сколько вы получаете. Вы придёте, скажите, дайте мне 1480 рублей. Я посмотрю, как скажут. Сумасшедший, идите отсюда. Ну, я как учёный должен был это проверять. Я прихожу и говорю, у Фетероградска есть как раз деньга. А у меня вот автобус не подходит. Думаю, пойду я в деньгу. Прихожу такой. А у вас вот до получки могу я деньги взять? Пожалуйста. Чё нужно? Ничего. Давайте паспорт. А вот могу я 20 тысяч взять? Не, 20 тысяч. Первый месяц не можете. 10 тысяч. Хорошо, 10 тысяч. Сколько отдать? Через месяц отдайте 20. Хорошее начало. Хорошо. Ну, ладно, значит. А вот если я возьму у вас сейчас 10 тысяч, отдам 20, потом могу я сколько получу? А потом, пожалуйста, хоть каждый месяц берите 20. Сколько я отдать должен буду? А каждый месяц отдавайте 30. Какие добрые люди. Так это микрофинансирование или макро? Они деньги-то собирают микро или макро? Они кого финансируют? Себя финансируют. То есть мы, говорит, вам поможем. Они мне помогут или я им помогу? Знаете, сколько это в пересчёте на годовое исчисление? 700-800 процентов. Да за 800 процентов убьют и убивают. Вот бросили в ребёнка коктейль молотого в Ульяновской области. Дедушка взял, подумал, что сейчас придёт, возьмёт денежки, вам помогут. Взял 4 тысячи рублей. Через некоторое время ему говорят, 60 тысяч надо отдать. 60. И ночью раз бросили эту самую бутылку с зажигательной смеси на ребёнка двухлетнего внука. Обожгли его, так сказать, лицо и тело. Пожар начался, пожар потушили. Мы на это уголовное дело завели. После этого Валентина Ивановна Матвенко возмутилась, как будто она раньше не знала, что есть такие. Она, председатель Совета Федерации, впервые узнала, что у нас есть микрофинансирование. И это микрофинансирование легально существует. Это не то, чтобы государство сказало, так, пожалуйста, можете финансировать, но по ставке какой-то, ну, 5 процентов. Какое-то? Почта у нас отказалась. Микрофинансирование, так называемое, осуществлять, потому что, говорит, это подрывает авторитет почты. Потому что до 2000 процентов берут. И удержа нет. А вы знаете, наверное, это в «Капитали» существует Маркс одного из авторов, который говорит, что за 300 процентов на любые преступления пойдёт, капиталист. На любые. Что такое коллектор? Раньше были хорошие коллекторы, сейчас не такие. Особенно в 90-м году. Вот 90-е годы. Вот, к примеру, вы проиграли суд. Выиграли. Значит, с вас надо взыскать миллион. Вы приходите ко мне. То есть не вы. Вы не приходите. Вы должны с меня взыскать. Приходите ко мне. Я лидер бандитской группировки. Тамбовской. Я, между прочим, из Тамбовской области. Село Староклинское. Говорю, вот с неё надо взыскать. А у вас решение, говорю, сюда есть? Нет. Пошёл вон. Так. У вас есть претензии к ней? Есть? У вас решение, сюда есть? Нет? Идите отсюда. Так. Ну, извините, что я на таком языке. Но мы на другом не умеем же. А у вас есть решение, сюда? Тоже нет? Так. Кто есть? Кто-нибудь? Так. Решение, сюда вообще не надо. Исполнительный лист у кого-нибудь есть? Вы же знаете, если у вас будет решение, сюда это просто для вас. А для исполнения нужно ещё исполнительный лист обязательно. С номером. Этот исполнительный лист вы получите уже у помощника судьи. Пойдёте к ним или к судебным пристамам, или ко мне. А к судебным пристамам бесполезно будете ходить там, не добьетесь от неё. Она не отдастся всё равно. Посмотрите на неё. Ей самой нужно это. Чтобы она вот так просто вам отдала. Не-е-е. Так. Значит. А у вас-то есть исполнительный лист? Ну вот, наконец-то нашёлся. У нас всегда есть кто-нибудь, кто спасёт. Честь. Вы приходите ко мне. Я проверяю. Исполнительный лист, печать, всё. Суд какой. Ну вот, теперь надо отдавать. Ну какие у нас инструменты? Это сейчас коллекторы не вооружены. Значит. Привязываем батареи. Проверка на честность с помощью паяльника. Закапывание в землю. Для непонятливых закатываний в асфальт. А вы говорите, а как я отдам? А всё. Идите вас, родственники, знакомые, которые не хотят присутствовать на ваших похоронах. Вы как-то серьёзно должны к этому подойти. Только не вздумайте, чтобы ко мне кто-нибудь обращался без решения суда или без исполнительного листа. Я, видите, как сразу. Это люди, это жулики. А мы честная команда, мы работаем только судебно и никого. Пойдёте в банк, вот зададите, а потом получите большой приз. Чего непонятного? Я вам объяснил? Так что жесты – это вот философия жестов. Ну, всё, что угодно можно. Или, допустим, у нас есть такая философия. Вот всё, что вы видите, это тексты. Вот вы тексты, вы тоже тексты. Вы не улыбаетесь. Ну, нет, улыбчивый текст, пусть будет. Так, текст, 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 текст. Я текст. Это всё тексты. Всё тексты. Ну, представляете, вот человек сидел в этом, наверное, с утра, как пришёл в библиотеку, ещё сидел, сидел в книге кругом, книги перед ним, когда он поднял глаза, и текст, и текст, и текст, и текст, и текст. Это целая философская концепция, что всё есть текст. И вы, кстати, тоже текст. Не надо улыбаться. И так это забавно выглядит. Ну, люди, вот те, которые вот этим занимаются, этими упражнениями, про которых вы там хотели сказать, что делать, ну, исторические материалисты – это люди тёмные, а это люди бы светлые. Они светлые, потому что вот такой светлый человек выступает, доклад делал про абсолют. Вот вы, наверное, не знаете, что такое абсолютное. Что Гегель? Гегель знает. А вы знаете? Абсолютно. Знаете, что такое абсолютное? Не знаете. Я тоже не знал. Я не знал, но забыл. Вообще я знал, но забыл. А надо доклад делать. А я всё-таки как? Я был на кафедре. Сначала экономики и права в институте повышения квалификации у нас. Потом закрыли эту экономику и право, потому что бесплатно давало правовое и юридическое образование. Бесплатно. А это в наше время. Ну, это преступление страшное. Подрывает вообще всё. Тут такие деньги дают за правовое обучение. А у нас бесплатно. Всё закрыли. И я доктор философских наук. Меня перекинули спокойно на кафедру философии и культурологии. Вот семинар. Надо будет доклад про абсолютное. А я вот как вы тоже. Ты сидишь и не помните что. Вот, может, вы помните? А вы? Ну, никто меня не может спасти. Ну, я думаю, ладно. Надо сидеть, молчать. Всегда вначале что-то скажут, и я тогда пойму, вспомню. Вот выступает у нас заслуженный деятель науки профессор Саготовский. И рассказывает, что такое абсолютное. И рассказывает. Потом выступает профессор. Один знакомый тоже. Высокий, красивый, молодой. И говорит, абсолютное это... Абсолютное это вообще ничем не обусловленное. Вот ваше присутствие здесь не завтраком не обусловленное тем, что вы на первый семестр сдали экзамены успешно, а просто вот ничем не обусловленное. Вот есть вы и всё. И забудьте о остальном. Вот абсолютное. И вот рассказывает он, что всё абсолютное. Это нельзя понять. Это нельзя изучить. Это можно только принять душой. Это очень... Ну, если бы я раньше, если не знал диалектики, я бы сказал, ну, что за ерунда и так далее. Тем более я профессор, доктор. Я могу и так сказать. И дать как бы негативное. Но я уже знаю, что надо хвалить. Я вышел и говорю, вот мне очень понравилось выступать. Вот это вот, если я собрался. Вот если я хочу вас ударить, куда мне нужно руку? Вот так тащить или туда? Ну, если я хочу хорошо ударить, то назад от вас. Сначала от вас. Вот и я тоже. Говорю, вот очень мне понравилось выступление профессора Н. Вот чем оно мне понравилось? Что вот абсолютно это нельзя. Ни познать, ни изучить, ни понять. Надо просто принять сердцем. Да? Абсолютное это что? Это то, что ничем не опосредственно. Ничем. Ни вот этим. Ни вот этим. И так сказать, ничем, 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 ничем. И не этим. И дальше. Сидит заслуженный деятель науки Заготовский. Повернулся и говорит, интересно. Чем это? Ничем непосредственно. Вот я говорю, а это значит? А посредственным отрицанием всего. Вот это значит, если я сейчас буду от вас отталкиваться, сейчас пойду, чтобы стать абсолютным, абсолютным, я начну отталкиваться. Начнем с вас. Вы уже приготовились. Вот человек. Просто приятно видеть. Так. Я не с вами. И не с вами. Все видели, что вот я уже с ним. Потому что видели, что вот я к нему прикоснулся. А к вам нет. Видите? Я не с ним. Я оттолкнул его. Причем, когда я его отталкиваю, вот он инстинктивно куда? Нет, не туда. Это вы сейчас не что-то из себя изображаете. Когда человек отталкивает, он должен, наоборот, упираться. То есть ко мне, ко мне. Чтобы вы ко мне были, я должен упираться. А если, наоборот, я вас потащу, вы должны туда. Правильно? Так бывает? Шуточки такие бывают в метро, когда подходит знакомый. Человек стоит на платформе, дружок ваш, берут двое его. Раз и назад. А если бы его не держали, он бы так убежал. И вот если я к каждому... Так, можно от вас отказаться? Все. И всех я отрицаю. И чтобы всех отрицать, надо к каждому подойти. А почему? А потому что я знаю, что Гегель сказал, чтобы нарушителя спокойствия выбросить из храма, его приходится обнимать. То есть отрицание – это форма соединения. Но отрицательное. Поэтому абсолютное – это не значит, что вы не соединились, никуда вы не денетесь от всеобщей связи. Только есть положительное такое, а есть отрицательное. То есть абсолютное связано со всем, со всем, но отрицательно. Отрицательным образом. Я не с вами. Но я ни о ком другом ничего не сказал, а про вас. А вы опять в центре событий. Вот это люди, которые избираются, допустим, в президенты, они все знают. Вот вы, если против меня, кричите, кричите. А вы за меня кричите, тоже кричите. Важно, чтобы вокруг меня крутилось все. Не за народ, а вот кричите. Попова не надо в президенты, Попова надо в президенты. То есть о вас уже никто ничего не знает. И о вас никто ничего не знает. Все про меня. Чувствуете? Вот она, технология. У нас есть мордомейкеры, которые, так сказать, всех правильно представят. У нас есть специалисты, технологи. И специалисты знают, что это совершенно не важно, про вас плохое или хорошее. Важно, чтобы вы были на слуху. Потому что когда миллионы людей, они вот вспомнят знакомую фамилию, а вашей фамилии вообще никто не знает. А наших Поповых, как собак нерезанных. После Ивановых мы стоим, если не на втором, то на третьем месте. Там еще Петров и Сидоров. Впереди они вот себя перебивают только. Иванов, Петров, Сидоров, потом уже идут Поповы всякие. Так. Понятно, я объяснил про исторический материализм? Выбора нету. Или исторический идеализм? Пожалуйста. Вот вы приходите ко мне и говорите, я исторический идеалист. Я говорю, ну, рассказывайте, как вы применяете идеализм в истории. У вас трудный будет экзамен. Не из-за меня. Потому что я даже не знаю, как вы будете идеализм применять в истории. Вот вы попробуйте сформулировать, чтобы это было лидеристическое построение. Непонятно. Вот у Гегеля есть книжка очень хорошая. Лекция по философии и истории. Ну, Гегель гениальный. Диалектику разработал. Ну, и что у него получается? История – это вот, так сказать, вашими действиями руководит некая внешняя сила и абсолютная идея. Это вот думаете, вы тут сидите? Нет. Это абсолютная идея. В вашем лице мне задаёт вопросы. А абсолютная идея в моём лице, она же вам же отвечает. Ну, и что это у нас только дурацкая какая-то игра? А абсолютная идея сама у себя спрашивает, сама же отвечает. Вам это нравится? Какая-то ерунда. Что, она не знает, что ли, ответы на эти вопросы, что она сама у себя спрашивает, сама себе отвечает? Это я бы сейчас стоял, пришёл. Ну, Михаил Васильевич, что вы скажете про исторический материализм? Я говорю, я, Михаил Васильевич, считаю вот так. Ну, и что это такое? Вы продумаете. И поэтому все эти точки зрения, когда доходят до дел, они карикатурны. Другое дело, что, если исторический материализм пытаются сделать путём материализма фейербаховского, не диалектического, получается ерунда. И по этому поводу Ленин говорил так. «Глупый материализм хуже умного...» Нет, не так я сказал. Умный идеалист лучше глупого материалиста. Однозначно. Ну, потому что вот умный идеалист – это и Гегель, а глупых материалистов у нас есть числа, которые, например, думают, что мысль – это вот часть материи, а не свойство высокоорганизованной материи отражать мир, и в том числе и себя. То есть это вот такая сложная довольно задача, довольно сложная задача, но она разрешима. Есть такая работа Ленина «О значении воинствующего материализма». Это вот как бы вам ответ. Он против вас воинствует. «О значении воинствующего материализма». Значит, работа – это предисловие к журналу, первому выпуску журнала под знаменем марксизма. Журнал этот был посвящён как раз материалистическому истолкованию диалектики Гегеля. И вот Ленин там пишет, что если мы хотим победить в борьбе со всякого рода реакцией и ложью, наш материализм, чтобы наш материализм был не сражаемым, а сражающимся, мы должны стать кружком любителей гегевской идеалии. Кто-то же человек там читает. Он же читает, он там. Но если он мысленно сейчас читает, потом он это реализует. Так, а если мы не станем любителем гегелевской идеалекции, если мы не освоим, не научимся правильно истолковывать, материалистически истолковывать гегелевскую идеалексику, он имел в виду, что не будем выдумывать какую-то особую идеалектику материалистическую, вместо того, чтобы усвоить эту диалектию, которая разработана, просто её нужно материалистически истолковывать. Мы не сможем устоять перед начиском реакции и лышей. И должен я вас проинформировать, поскольку речь идёт о том, что из нашего университета люди идут прямо на самые высокие государственные посты, что после Ленина не было ни одного руководителя в нашей стране, который бы изучил науку логики гегеля. Можно, наверное, так сказать, что единственным философом, который управлял государством когда-нибудь, является Владимир Ленин. Вот Платон мечтал о таких людях. Философы будут брать. Он мечтал, мечта реализовалась. А как пошли они философы? Так что философы не такие уж и дураки. И вот последние письма Ленина к партии. Он просил на съезде их зачитать. Вот у нас, говорит, есть очень способные товарищи, молодые товарищи, там Пятаков. Но он хватает администраторским увлечениям, отношениям к делу. Вот там Троцкий, у него не большевизм. Этим всё сказано. Не большевизм. А есть очень способный, вот Бухарин. Он, говорит, любимец партии. Законно считается теоретиком партии. Но никогда не учился и никогда не понимал вполне диалектики. И поэтому его теоретические воззрения с очень большим сомнением могут быть отнесены к вполне марксистским. Но это он ещё не так резко высказался. Когда изучал диалектику Гегеля, он написал афоризм такой. В 29-м томе полного собрания сочинения Ленина вы можете его найти в философских тетрадях в конспекте науки и логики Гегеля. У вас есть конспект науки и логики Гегеля? А вы можете сказать, да к Ленину тогда было 44 года, а мне-то ещё, во! У меня ещё впереди, у-у-у! Не обязательно дожидаться 44 года для такого возраста, правда? Так вот, в этом конспекте написано. Нельзя вполне понять капитала Маркса, особенно его первой главы. А капитал Маркса – это доказательство верности историческому материализму. Не поняв и не проштудировав всей логики Гегеля. Поэтому никто из марксистов, никто из марксистов, не понял Маркса и полвека спустя. Накидываете ещё полвека или ещё столько, и вы получите картину. Это вот к вопросу о том, а как вот развалился Советский Союз, если у вас сознательно управляемое хозяйство. Если люди, которые собираются сознательно управлять хозяйством, сознательно управлять социальными процессами, и не знают диалектики, как они могут этим управлять? Ну как могут? Вот, например, Сталин создал выдающую систему, централизованную. Если в центре сидит умный человек, всё растёт как на дрожжах, всё развивается. Пришёл дурак или, так сказать, проходимец, как Хрущёв, всё развалилось. А вот нельзя сделать так, чтобы система, ну такого, чтобы она вообще не зависела от первого лица, там, от руководителя, такое не может быть. Ну, чтобы она меньше зависела, а больше бы зависела от других. Ну вот при Леннише была система избрания Советов, каким образом? Через трудовые коллективы. Это что значит? Вот если у вас завод, от вашего завода, вот он будет депутат. А вот так он будет сидеть и не будет, так сказать, активно действовать, её изберут. Очень просто. Его отзовут. Чё тут отзовывать? Вот вместо Иванова, Петрова. Всё. Вас скоро изберут, от этого завода. Это было до 1936 года, товарищи историки. В 1936 году у нас система под названием Советы стала парламентской. И уже никого невозможно было отозвать. А раз никого невозможно было отозвать, как вы поняли, что вас не отзовут, вы-то там стали смотреть на меня свысока. Если вас куда избрали, то вы уже поняли, что вы там царь и бог. И постепенно вот такие Горбачёвы забили весь государственный аппарат. Только Горбачёвы раз находили. Маленькие, так и средние Горбачёвы. Много-много-много-много. Весь государственный аппарат. Разрушители. Наиболее яркими представителями которых являются Хрущёв раз, Ельцин два и Горбачёв три. Ну кто такой Ельцин? Он был первым честерём Свердловского обкома. На партийные деньги жил. Он же освобождённый. Я тоже был членом обкома, но не освобождённым. Я был профессором университета, членом Ленинградского обкома в 90-91 году. Я в 90-м году поставил на пленуме Ленинградского обкома вопрос об изгнании Горбачёва из партии. 17 человек проголосовало, а остальные против. А сколько всего голосовало? А сколько всего голосовало? 200 ему голосовало. На пленуме Ленинградского обкома партии. Можете посмотреть в доказательство того, что я тут не виляю, как некоторые вот тут сидят. А вы там вот зайдите на сайт Фонда Рабочей Академии, там есть видеотека, в видеотеке есть из архива, видеоархива Фонда Рабочей Академии. Моё выступление на учредительном съезде Компартии РССР в 90-м году. Я там был чуть моложе. Чуть моложе. Вот я там сказал, что перестройка – это контрреволюция. Это вот сейчас я вам рассказываю. Это как выглядит так, что мёртвого льва может легнуть даже осёл. Дескать, я сейчас Горбачёва. Я с Горбачёвым встречался. Я при Горбачёву в секретаре ЦК сказал, что ваша программа никуда не гаится. И, соответственно, и принёс туда документы о том, что надо изгнать из партии, проводящей антинародную политику, антикоммунистическую фракцию Горбачёва. И раздал всем, кто пришёл на комиссию по разработке программы партии. И Горбачёв получил в Галезе молния. Это же самое. Поэтому, если бы я сказал, что вот я сейчас это говорю, то к мёртвому льва может легнуть даже осёл. Вот при Горбачёве. Вот при Горбачёве вот он сзади стоял, а я сказал, что вот эта перестройка – это контрреволюция. И будете почитать, посмотреть и убедиться. А то вот так. Как-то это вот у вас исторически. Не, ну всё правильно. Критически подходите. Как я должен воспринимать критически? Вы должны критически воспринимать лекцию или, так сказать, просто слушать и соглашаться? Соглашатели нужны нам, нет? Соглашатели нам не нужны. Нам нужны твёрдые люди, которые понимают, почему они это делают. А не то, что они просто… Один придёт с ним соглашаться, а потом другой придёт, противоположное скажет, теперь с ним соглашаться. Так это же голова заболит. Туда-сюда крутить. Вот. Поэтому вот мы с вами во-первых выяснили, что такое человек, раз его сущность социальная, но не так, что общество всё определяет. Не определяет общество отдельного человека. Поэтому, скажем, Энгельс, он же был фабрикантом. Папа у него был фабрикантом. У вас папа не фабрикант? Может, вы тогда против этого… Если он не фабрикант, может, вы за буржуазией будете выступать? Потому что Энгельс был фабрикант и выступал за рабочий класс. Может, по логике вещей, если у вас папа не фабрикант, то, наверное, вы-то должны выступать против рабочего класса. Понимаете? Как-то тут… Но на самом деле вот это никак, и это вытекает из жизненного пути вашего. В том числе и из того, как вот вы задаёте вопросы, как я отвечаю. Вы хотите послушать, что я отвечу и сделать для себя какие-то выводы. Я правильно понимаю? Ну вот. А не то, что вот я вам как-нибудь скажу и это сразу определит вашу судьбу. Да ничего подобного. Ничего подобного. Но вы же сами определяете, поэтому вы хотите выяснить. Поэтому я, например, все эти вопросы приветствую, потому что а как ещё иначе? Если вы не будете спрашивать, а зачем тогда лехать? Потому что у меня записаны лекции, я могу вам фанеру поставить, и вы будете смотреть. Попрошу экран большой и буду стоять. Что певцы так делают? А что мы отстаём? Преподаватели. Под фанеру же поют, только рот надо раздевать. Я могу рот раздевать тоже, как бы я лекцию сейчас. Смысл смысл-то живой лекции в чём, что вот у вас есть вопрос, вы сразу и задали, правда? Или я к вам вопрос обратил, а вы сразу и ответили. Тогда это, вот тогда это всё усваивается по-другому, потому что у нас идёт процесс изучения. И вы меня используете как человека, имеющий определённый, так сказать, запас знаний, которые вам нужны. И вы хотите получить ответ именно на тот вопрос, который у вас возник, а не на тот план, который у меня есть, план лекции. Я свой план лекции, не беспокойтесь, у меня есть программа, я её реализовываю. Но она реализовывается как? Она и резвилистым путём. Что, я должен помимо вас, что ли, её реализовывать? Что вы студенты не мешали? Вы мне мешаете лекцию читать. Как могут студенты мешать лекцию читать? Я не понимаю вообще. Или вы скажете, что преподаватель вам мешает лекцию слушать? Тоже как-то не смотрится. Потому что вроде как без преподавателя лекции не бывает. Понятно. Вот это мы с вами выяснили. И на следующей лекции, которая будет через 11 минут, у нас будет уже тема «Социальное становление». Мы начнём урожай собирать, потому что мы уже с вами диалектики. Ну, вы скажете, я там. Кто-то больше знает категории, кто-то меньше. Ну, вы диалектику уже изучали же? Изучали? То есть вы диалектики же? Ну, чтобы вы не сомневались, то в становлении. Вы же с этим-то все согласятся. Вот вы диалектик в становлении. Плохо я вот про вас что-нибудь. Плохое сказал? Только хорошее. Есть кто-нибудь, кто тут не диалектик в становлении? Те и не приходите на лекцию. А кто диалектик в становлении, приходите, мы будем разбирать тему социальное становление через 11 минут. Просили напомнить, что вы сказали, что социальное дело. А, да. Значит, лекция начнётся с того, что я расскажу вам, как я буду зверствовать на экзамене. Спасибо. Вы мне напомнили. Вот очень, очень хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok